Встаю в 5 утра, устаю к 9 вечера. А дальше что менять? Много ли поменялось? Тишину утра иногда ловлю. Это первый шаг. А какой второй? 5 утра – это, знаете, вызов себе. В 9 вечера вы устали, значит, судя по тому, что вы говорите и пишете, вы совершили много достойных, хороших действий, которые направили вас в какое-то вами необходимое русло. Так вот тогда не очень понятен следующий полу вопрос. Что теперь делать? А вы с 5 утра до 9 что делали? Вот разница в чем? Когда человек с 5 до 9 делал то, что ему нравится, делал ответственно, достойно, хорошо и получил то, что хотел, такая выстроенная последовательность, то всегда этому человеку, знаете, как приятная неожиданность в плане подарка или эмоции всегда приходит. Неважно, не каждый день, но тем не менее. Когда человек встал, не понял зачем, что-то делал, не поймя по какой причине, мы все работаем, да, мы работаем в большинстве случаев в найме, и там нас там принуждают, заставляют, это противно, гадко, жутко, неприятно. Пришел домой, думаю, и пока я там провел внутреннюю такую классическую беседу со всеми своими коллегами, руководством, рассказал, показал или показал, рассказал, и естественно человек устал. Так вот до тех пор, пока вы не поймете, что вас поднимать в 5 утра должно именно то, чем вы хотите заниматься, вот это именно тот импульс, именно тот заряд, который дает вам возможность очень быстро форматировать свои мозги, видеть вариант развития событий, быстренько писать эти действия или распаковывать эти действия, зная, как просто достойно получить столько, сколько вы хотите, сделать, наобучиться, научиться тому, чего вы действительно хотите, прийти в 9 часов вечера домой, сесть, выпить чай и сказать, я молодец. А потом еще, знаете, там, ну, что-нибудь такое для себя, книжку почитать, там, или фильм хороший посмотреть. Когда человек устает, значит, он работает тупо телом, физическая нагрузка и эмоциональная неудовлетворенность, коллапс внутренний. Тогда в 5 утра смысл какой вставать? Если у вас семья, значит, вы пытаетесь сделать что-то там за эти полтора часа для того, чтобы вечером было время посидеть с ними, поговорить и пообщаться, или хотя бы получить удовольствие такое от общения, от коммуникации. Когда вы не понимаете, зачем вы встаете? Вот опять же говорю, вы мне говорите, ну, встал или встала, и теперь что? Что? Вы хотите, чтобы я вас направила? Вы хотите, чтобы у вас что-то началось получаться, вы в чем-то начали разбираться? Тогда приходите сюда, мы во всем этом разберемся, и у вас будет понятно, и я буду нести определенного качества ответственность за то, что буду рассказывать, что в вашей жизни вам нужно изменить. А вот такой формат, знаете, ну вот камень в огород, хуже говорить не буду, я не принимаю, потому что я не понимаю вашей ситуации. И вставали ли вы? И что у вас вообще в вашей жизни происходит? Очень просто обвинить другого и сказать, что вот вы мне так, а я вот так, и у меня ничего не получилось. Кроме как в 5 утра, это же ваше было решение вставать, я никогда никого не принуждаю. А у вас что-то не получилось или не получалось достаточно давно, и вы теперь решили мне вот это вернуть из расчета того, что вот там вы виноваты. Я могу принять ваш вызов, когда вы ко мне придете, позвоните или придете сюда, и честно расскажете, что происходит, и я вам гарантирую, что мы найдем вариант развития вашей жизненной ситуации, в которой вы при вашем должном желании и усердии обязательно все изменится. Но делать будете вы. Каждый день в 5 утра, в 7 утра, неважно. Но делать придется вам, меняться придется вам. А так, ну да, я теперь вам говорю, вставайте в 7 утра, посмотрите, что изменится. И потом вы напишите или зададите новый вопрос, и мы опять его в одностороннем порядке обсудим. Напишите. Субтитры сделал DimaTorzok